Ну и там было слово отгадать, в общем, праздник. Я угадал это слово, праздник, значит, позвонил их по телефону, который там дали, значит, да. Они все сказали, вы угадали, все правильно, значит, ждите письмо через неделю, примерно. Через неделю приходит мне письмо, значит, выговорит, получаете миллион. Григорий Васильевич, как и многие другие получатели писем счастья, поверил. И завертелось. Жизнь превратилась в сплошную лотерею. Безпроигрышную, ведь судя по количеству писем о выигрыше, пенсионер смело может назвать себя мультимиллионером. Дайте свое согласие на получение миллиона. Ну и по каталогу, значит, делайте заказы. Вот тысячи рублей, значит, там и выше. Заказал, значит, там все, значит, да. Следующее письмо приходит, значит, да, значит, каким вы хотели бы деньгам получить, там, валюта, евро, там, ничего, или рублях. Следующее приходит письмо еще, значит, в общем, пошли письма, значит, или там, это самое, на расчетный счет, или наличие, значит, привезти вам домой, или там в ресторане в Москве будем там. В надежде получить главный приз Григорий Васильевич заказал товаров на 50 тысяч рублей. Брал все подряд, от гелий до пластырей для похудения. Дата церемонии вручения денег переносилась, а фотографии победителя не менялись два года. При этом компания «Здоровье и комфорт» подчеркивала важность персоны победителя, его избранность. На пожилых людей слова «Будет ли у вас возможность посетить банк?» действует как гипноз. Завтра я, значит, должен быть у них на приеме, значит, на вручение миллион девятьсот. Знаете, как вошел вражь, это сам, в игру, это так. Ну, вроде документы такие, вроде серьезные, не то, что, значит, там, на улице кто-то, значит, да. Это же организация, директор там есть, все, значит, тут есть заседание, вот это, где они тут решают вопрос, этот сам от их директора. При этом адрес, где вручает миллион, не указан. Директор Патрис Дюмон – личность вымышленная, а вместо юридического адреса компании – абонентский ящик. Схема работы известная, меняется только лицо шарлатанов и название компаний. Все попытки выяснить судьбу миллиона обречены на провал. Вы знаете, это не мы, нам звонят вот такими вопросами. Ну, короче, это не мы, а это мы, комфорт, здоровье. Ну, так вот, мне от вас пришло письмо, что вот вы должны мне выдать приз. Да нет, это не мы. Ну, вот написано же в письме, что вы. Нет, это не мы, ошиблись. По подсчетам различных экспертов, общий оборот одной такой компании составляет порядка двух с половиной миллиардов рублей в год. Однако привлечь к ответственности их практически невозможно. Мелким шрифтом термин «победитель» уточняется – клиент выбран фирмой для отправки ему рекламы. Информация о выигрыше публично не является, ведь письма направлены строго конфиденциально. Максимум, в чем можно обвинить такие компании – в недобросовестной рекламе. Как говорится, чтобы люди поняли и не уступали вот этому на путь, на этот путь. Потому что это везде там мошенники. Там порядочной организации, как понял, их нет. Марина Евстрасия, Андрей Шибаев, Станислав Конышев, РЕН-ТВ Пилот.